Знает ли кто о таком YouTube-канале, как CatTV? Вы не знаете. А я помню его создателя, он неплохой развлекательный контент делал, хоть и не был популярен в широких массах. Но поверьте, в небольших группах людей канал являлся отличной вещью для обсуждения. На нем было много интересных рубрик, обзоров кино, кулинарии, стримов. Но странность канала заключалась в том, что автор до последнего сохранял свою анонимность. Он изменял свой голос, не показывал лица, а во время стрима вопросы о себе или о своей жизни он всегда обходил стороной. Единственное, о чем Cat мог говорить практически бесконечно, это о своем любимом коте. Эти рассказы о своем питомце иногда казались безумными, в них ощущалась какая-то мания, сумасшествие. Кот его появлялся во всех видео, это животное было буквально символом всего канала, серый, слегка толстоватый зверь, с большими глазами, словно сам любил, когда хозяин снимал его на камеру. Автор рассказывал, что с котом он с детства. Когда-то в сложные годы Cat выступал на детских утренниках, обучив кота всем возможным вещам. Он получал за представление хоть какие-то, но деньги. У поклонников Cat TV появился маленький факт из жизни таинственного видеоблогера. Эта зацепка была первой и последней за всю историю существования этого канала. Все подписчики восхищались и даже умилялись этой необычной дружбе. Ходили также слухи, что хозяин этого YouTube канала – девушка, из-за чего некоторые пользователи умилялись еще сильнее. Но настал день, которого не ждал никто. В официальной группе ВК Cat TV появилось сообщение, что главный символ канала серьезно заболел. Вместе с этой информацией появились и фотографии. Вид кота был неважным из ноздрей, тек гноя, взгляд был очень тяжелый. Несколько позже в ВК появилось сообщение. «Я не знаю, что мне делать. Я живу в маленьком городке и ветеринаров у нас и в помине никогда не было. А чтобы поехать в более крупный город, мне нужны деньги, большие, которых у меня нет. Поэтому я прошу вас помочь мне хоть чем-нибудь. Все зависит только от вас». Публика у этого канала была небольшая, денег после просьбы пришло также немного. Каждый день в ВК появлялись фотографии с несчастным котом. С каждой фотографией пользователи понимали, что коту хуже. Он похудел, кости выпирали из кожи. Последним постом на странице ВК была аудиозапись, в которой полуживой кот всячески пытается кричать. По его голосу многие стали понимать, что коту оставалось жить не более суток. Настолько голос несчастного животного был слаб. Что произошло дальше, неизвестно. Все известные источники информации о канале молчали. Спустя 2 или 3 недели пользователи узнали, что кот мертв. Ровно в 12.00 появилось сообщение от Кэп ТВ. Я не знаю, как мне теперь вести канал, я не знаю, как вообще жить. Этот кот был для меня единственным родным существом во всем мире. Я пытался его вылечить, как-то помочь, но безуспешно. Больше у меня никого не будет, поэтому я не знаю, как дальше существовать. Думаю, в скором времени я продам канал Кэп ТВ. Простите меня, что так все получилось. Прошел год с момента этого сообщения. Подписчики строили свои догадки о судьбе несчастного автора и его коте. Одни говорили, что парень или девушка покончил жизнь самоубийством. Другие отчего-то решили, что готовится новый проект, который мы скоро увидим. Я, как большой поклонник, тоже захотел узнать настоящую судьбу Кэта. И однажды я все-таки смог связаться с ним через ВК. Долгое время он не подавал никаких признаков жизни в сети. И мы были крайне удивлены его появлению. Рассказал он, конечно, немного, но пообещал вскоре вернуться с новой идеей, которую скоро увидят все подписчики канала. Через несколько месяцев Кэт все-таки вернулся, но вернулся он довольно странно. 12 октября 2014 года, ровно в 13.30, он выложил видео весьма странного содержания со следующим описанием. Долгое время я не знал, как дальше жить, как дальше существовать. Но через какое-то время мне пришла в голову одна идея. Люди, причиняющие вред животным, не представляют боль. Адскую гниющую массу они впитывают в свои сердца. Мы вечно жаждем мяса. И эту плоть я хочу показать, ибо люди – самый омерзительный гной, капающий с небес. Видео называлось «67 Meet Number One». Все подписчики канала были удивлены столь странному возвращению. Видеоролик был еще более странным. Начинался он со съемок комнаты, где лежали целые тучи довольно крупных мух. Окно было залеплено газетами, и почти ни один луч солнца не мог попасть в окружающий мрак. На люстре висели странные ожерелья, напоминающие кости. А на полу был вычерченный мелом круг, в котором лежали мертвые птицы. На мгновение экран потемнел, и мы наблюдали уже за живыми птицами в клетках. Их было очень много. Птичьи крики были настолько громкими, что звуки приходилось выкручивать практически на минимум. Вскоре кадр переключился на улицу, и мы увидели детскую площадку, на которой не было детей. Но при этом на заднем фоне отчетливо слышался смех. Посреди площадки лежал разлагающийся кот, и мухи кружились над его телом. В следующей сцене руки в перчатках вскрывали скальпелем грудь несчастного грача. На этих кадрах видео закончилось. Да-да, таким было столь непонятное возвращение Кэта. Но на этом странности не закончились. Каждый день появлялось по три новых видео. Все они были посвящены вскрытию тел животных и их потрохам. Каждый из роликов был абсурднее и отвратительнее другого. Некоторые подписчики выдвинули теорию о том, что автор канала Кэт ТВ вообще не спит, не ест, не отдыхает, тратив все свое время и силы на убийство крылатых и четвероногих созданий, а также на создание сюрреалистичных видеороликов. Сам же Кэт никаких объяснений или ответов на этот счет не давал, а на сообщения подписчиков не отвечал. Возникало ощущение, что он снова исчез, а его каналом управляет больной на голову шизофреник, ненавидящий всех братьев меньших. С каждым днем видео о мертвых птицах, котах и собаках становилось больше. 67, meet number one, two, three, four, five. Все уже сбились со счета. Никто не мог сказать точное количество роликов с этой мерзостью, скопившихся на канале. Спустя какое-то время многие стали жаловаться администрации Ютьюба на ужасный шокирующий контент. Подписчики разочаровались в своем любимом блоге, стали отправлять гневные комментарии под видео в стиле дизлайк-отписка, лучше бы ты вместе со своим котом сдох. Канал был заблокирован администрацией Ютьюб, а все видео удалены. С того момента прошло три года. Бывшие подписчики стали забывать о Кэт-ТВ и о его несчастном авторе, сошедшем с ума от потери любимого питомца. Но совсем недавно он вновь дал о себе знать. На новом канале 67, meet, ровно в 20.00, 30 августа 2017 года, началась прямая трансляция. За компьютером сидел человек. Он был в маске демона с рогами, в которой Кэт раньше всегда вел стримы. Довольно долгое время он просто сидел, видимо, ожидая, пока надберется достаточно зрителей. Через 15 минут он взял веревку и сделал петлю, встал на табуретку и покинул интернет. В этот раз навсегда. Покинул всех в той самой комнате, где снимал свой первый психоделический бред. Окно было также закрыто газетами. Как и в том видео, повсюду были тучи мух. И они облепили его или ее тело. А с груди свисал прилепленный скотчем листок А4 с одной надписью «Дизлайк-отписка». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok